приветствую всех сегодня у нас будет не совсем обычный вебинар я не буду показывать слайды или я буду их показывать тогда когда возникнет так и таковая необходимость для начала я прошу поставить плюсики как меня слышно если слышно плюсик поставьте спасибо олег отлично далее если у нас здесь кто-нибудь кто впервые видит это все или впервые приглашен эту презентацию поставьте пожалуйста два плюсика давайте сегодня презентацию проведем в режиме а почему допустим нас заинтересовал этот краудван и чем он на наш взгляд отличается других компаний и почему и почему допустим и решили присоединиться к этой компании я буду говорить о себе если наши партнеры хотят что-то сказать кто у нас давно в бизнесе с самого начала и уже достиг определенных успехов я прошу их выступить и поделиться своим мнением об этой компании я начну с истории почему мы салоном заинтересовались этой компании как она к нам пришла и почему мы решили заняться серьезно и это буквально сейчас заглянул на алексу и слава богу там появилась уже россия то есть у нас начинаются поиски по россии краудванг то есть действительно начинает интересоваться и что интересно еще интересный момент то как компания которая находится в состоянии приланча уже на сегодняшний день набрала около 85 тысяч человек это с 25 января этого года и так начнем немножко с истории когда-то наступает время для любого сетевика любого бизнесмена когда он оценивает свое прошлое и решает что делать дальше решает куда идти в каком направлении и как в конце концов как зарабатывать деньги и когда это встал вопрос перед нами мы салоном были в одной компании вместе и встал вопрос что же делать дальше и тут как говорит господь послал или это все-таки бит моменты бизнеса потому что мы давно бизнесе мы занимаемся профессиональной системы маркетингом пришел один наш общий знакомый наш партнер давний партнер питер blackwell он швед американец но живет в швеции который нам предложил посмотреть одну систему одну компанию под названием крауд 1 когда он сказал изначально что это будет игровая индустрия мы немножко засомневались а что можно нового придумать в игровой индустрии но тем не менее мы решили посмотреть на этот проект и когда мы посмотрели первое там да не было презентации не было видео а были первые слайды мы увидели что в этом есть смысл и в чем есть смысл то есть мысль не просто того что мы вот решили так а потому что у нас действительно был опыт предыдущий опыт работы в компаниях которые занимались не подобным но где-то близко к этому направлению то есть что мы увидели мы увидели что компаниям стремится не создать какой-то внутренний продукт который нужно продвигать вот есть внутренний продукт допустим компании herbalife forever living agile и другие многие компании которые сделали проделать свой продукт продвигают его это может быть сервис как компания travel индустрии такие как и boomerang nwr in cruises и так далее это внутренний продукт который партнеры продвигают если что-то случается с этим внутренним продуктом либо он некачественный либо он не востребован либо появилась огромная конкуренция то обычно компании закрывается как было с многими компаниями в том числе и вот тот же agile манови органа gold я не говорю еще о хайпах хайп это отдельная история это просто казино если мне говорят что бизнес это хайп я говорю что скорее все это казино кто любит играть в эти казино они прекрасно понимают срок жизни этих проектов и пытаются сыграть и максимально взять денег из этих проектов то есть это не бизнес это казино но казино которым люди утверждают что это не является бизнес но и дело не в этом итак краудван не заинтересовал прежде тем что идея краудван это взаимодействие или собрать под одной крышей на одной платформе нетворкеров или людей которые продвигают маркетеров как это говорится рекламщика пиарщиков как это не назови то есть они объединены определённой целью и в рамках одной платформой с которой можно было бы продвигать не просто какой-то продукт а то что нужно предоставить то что нужно любой индустрия мира то есть что нужно любой индустрии мира что нужно любому бизнесу это покупки и продажи da это человек который перешел порог вашего заведения если у кого то есть бизнес или тот человек, который пришел на тот или иной сайт и сделал ту или иную покупку. Это важно, это вот то, что необходимо любой индустрии в мире. И, соответственно, компания посмотрела вокруг, начинала в 2016 году, тогда она смотрела на рынок недвижимости, но рынок недвижимости оказался не очень, скажем так, гибким и денежным. И компания посмотрела дальше, посмотрела, чтобы найти, какая индустрия гибкая, с хорошим уровнем роста и с хорошими доходами. И главное, это такая индустрия, где люди хотели бы тратить деньги. Вот возьмем, допустим, индустрии путешествий. Но не так часто люди путешествуют, не так часто. Соответственно, не так часто тратят деньги, хотя индустрия огромная. Если в массе взять любое путешествие, любое еще путешествие. Но, тем не менее, это определенный слой людей, которые ездят. Гораздо большее число народа, они не путешествуют, они остаются в режиме дом-дачи. Это, наверное, большинство рынка дом-дачи. Поэтому посмотрели, что же есть интересного и вышли на индустрию игровую, индустрию развлечений и на ее сегмент игровая индустрия. Почему игровая индустрия? Потому что практически по статистике на сегодняшний день около 50% населения земного шара, всего земного шара, оно играет в ту или иную игру и делает те или иные расходы. Если мы говорим о непосредственно геймерах, это люди, которые играют, это люди, которые уже профессиональные и долго играют. Их на сегодняшний день 2,5 миллиарда человек в мире. Это статистика. Вы можете посмотреть, у нас есть в слайдах эта статистика. Есть в интернете, если кому-то интересно, есть статьи об этом. Достаточно много интересной информации именно по индустрии игр. И, соответственно, индустрия игр – это та индустрия, где люди любят расходовать деньги, покупают виртуальное оружие, виртуальные жизни, аккаунты, ники, аватары, все что угодно. Это огромная-огромная индустрия, в которой есть свои черный рынок, серый рынок и так далее, и так далее. Это огромная-огромная индустрия, которая растет на сегодняшний день 10% в год. В этом году ожидается 9,6% – около 10% в год, чтобы быть точнее. Причем это каждый год. И эта индустрия очень завязана с нашими мобильными телефонами. Чем больше сейчас появляется хороших, дешевых мобильных телефонов, тем быстрее развивается индустрия игр, в том числе и мобильных, и онлайн-игр. Плюс сейчас нет необходимости, допустим, грузить игры на мобильные устройства, чтобы не занимать память, есть возможность сделать игры онлайн. То есть это огромная индустрия. Если мы возьмем, допустим, небольшой рынок, как Казахстан, это 17,8 миллионов человек, так вот 17,8 миллионов человек потратили в прошлом году 208 миллионов долларов на покупку игр. Это только потратили на покупку игр, не учитывая тех, кто играет онлайн-казино, не учитывая тех, которые из Казахстана чрезсторонние серверы играют, допустим, в американский казино и так далее. Это значит, есть люди, которые хотят это потратить. И, соответственно, у индустрии есть запрос. Какой же запрос у индустрии? Какие же проблемы решает наша компания индустрии? У индустрии есть один вопрос, очень серьезный, очень существенный. Это вопрос, как определить или обозначить квалифицированного клиента, который приходит от той рекламы, которую они дают. То есть индустрия игр тратит огромные деньги на рекламу. Но сколько конкретно людей пришло с этой рекламы, они не знают. Люди, которые продвигают игры, они тоже не знают, сколько они потратят денег. Сколько из тех денег, которые они потратили, это сотни миллионов долларов, которые могут быть потрачены на раскрутку игры. Сколько из этих миллионов долларов, сотни миллионов долларов человек пришло и купил данную игру или стал в нее играть. Поэтому индустрия заинтересована, называю, квалифицированный клиент. То есть клиент, который, соответственно, хочет присоединиться, хочет что-то сделать, купить и так далее. Из-за этого клиента индустрия готова платить. Так вот, компания «Краудван», она и предоставляет таких квалифицированных клиентов. То есть «Краудван» – это сообщество маркетеров, назовем их так, нас, кто уже задействован в компании, который собран для того, чтобы продвигать на сегодняшний день. Почему я говорю на сегодняшний день? Потому что это сообщество маркетеров может завтра, послезавтра, через полгода, год начать продвигать еще и плюс, допустим, индустрию шоппинга, индустрию кэшбэка, индустрию тревел, путешествий. Да что угодно, потому что везде есть запрос на клиента. Как же «Краудван» это решает? Во-первых, люди, которые объединяются в эту компанию, они хотят зарабатывать деньги. Не просто зарабатывать деньги, а хотят получать своего рода пассивный доход. То есть это мечта любого бизнесмена, любого сетевика, не побоюсь этого слова, это получить пассивный доход. От чего же получается пассивный доход? От того, что, нам рассказывают в сетевом маркетинге, строим команду. Классно, команда классно, но если что-то случается, команды сцепятся моментально и так называемый пассивный доход исчезает. Но есть и другой вариант получения пассивного дохода. Это так называемые аффилиейтные доходы, аффилиейт инком по-английски, или партнерские доходы от партнерок по-русски. Это огромная индустрия, от которой, кстати, питается кэшбэк, так называемые многие компании, особенно MLM, которые работают с кэшбэком, они запитываются на таких глобальных площадках, которые предоставляют виджеты, гаджеты, всякие виджеты, ссылки, которые люди используют, приводя клиентов на тот или иной магазин или кому или иному бизнесу, и люди получают от этого доход, от того, что кто-то что-то купит. То же самое в индустрии развлечений и в игровой индустрии. Та же самая партнерка, она существует, причем очень неплохая, потому что представьте, допустим, вот меня вся удивляет этот момент, я сам об этом не знал, прочитал в интернете, что, допустим, какое-то эксклюзивное виртуальное оружие в каких-то играх может стоить сотни тысяч долларов. Это реально. И люди, которые купят это оружие, то есть через кого они посредники, получают очень неплохие деньги. Мало того, на этом базируется целая индустрия бирж, игровых бирж, где все продается. Это огромный, интереснейший момент. И люди с удовольствием платят сотни тысяч долларов за какое-то виртуальное оружие с какими-то наклейками. Я, допустим, не могу себе представить, как я могу потратить такие деньги на это, но люди тратят, потому что они этим интересуются, это их жизнь, это им интересно. Поэтому мы решаем, компания Crowd1 решает вопрос, как предоставить людей, не только представить людей индустрии, но предоставить людям как можно больше площадок для игр или игровых площадок по всему миру. То есть, грубо говоря, Crowd1 еще и ворота на любую площадку в любой стране мира, с которыми у нас подписан контракт. Контракт на сегодняшний день подписан с около сорока платформами, игровыми платформами. То есть, грубо говоря, человек, который к нам заходит, он может попасть на ту или иную платформу. Какой интерес, допустим, у играющих, мне вот вопросы задают всегда, а кто играет, какой им интерес? Очень интерес, очень простой. Если они играют и ничего не получают, заходя через нас, они будут играть и зарабатывать. Это тоже интересно. То есть, есть запросы в индустрии, есть у нас, соответственно, возможности предоставить индустрии людей, а возможности, посмотрите сами, кто сейчас в проекте, когда вы зашли, посмотрите, сколько людей после вас зашло. Мы зашли чуть-чуть раньше и уже мы смотрим, что за нами уже там за 80 тысяч человек. То есть, не за нами, которые в системе, так сказать, маркетинговой системе, а вообще в общем. И входит уже более полутора тысяч человек в день. То есть, это интересный проект, причем он в предстарте. Он еще не стартовал. Мягкий старт начинается 1 августа. То есть, 1 августа у нас будет очень много интересной информации о компании, о людях, которые за ней. Но в период предстарта компания говорит, ребята, мы сейчас многие сохраним в секрете. Почему? Потому что мы не хотим давать информацию нашим конкурентам. Потому что мы не хотим, чтобы сорвалась какая-то сделка с какой-то игровой компанией. Мы хотим, чтобы… Вот мы наметили 1 августа выход. И 1 августа вы узнаете, кто руководитель компании, что компания будет делать, какие партнерские, какие площадки игровые будут участвовать. А до этого мы можем сказать следующее. Говорит компания. Вот наше приложение на App Store. Вот оно есть. Чтобы туда попасть, нужно, чтобы Apple проверил всю документацию, причем до дыр, на предмет легальности этого приложения и легальности того, что делает компания. Соответственно, весь объем документов и так далее, и так далее, компания Apple предоставлена. И компания Apple допустила наше мобильное приложение на площадку на App Store. Это факт. Многие могут посмотреть и увидеть, сами убедиться. Соответственно, далее, развитие компании – это открыть запуск, в первую очередь, Афил Гоу. Это площадка с азартными играми. И второй этап – это Микстер. Микстер – это площадка с так называемыми социальными играми. Сюда входит все. От Тетриса до танков, ферм и так далее, и так далее. И вы понимаете, что там не только игровые деньги, там же еще и рекламный бюджет. Рекламный бюджет – это значит, что на многих играх, допустим, появляется реклама. Если вы не хотите… То есть, когда она появляется, это называется Pay Per Impression, то есть оплата за показ. Как только она появляется, значит, компания, которая платит за эту рекламу, с этого бюджета высчитывается какая-то копеечка и падает к тому, через чью ссылку или через чей ресурс был сделан показ. В нашем случае компания предоставит партнерам, бесплатная возможность приглашать бесплатных игроков. То есть, это ссылочки, через которые любой человек в мире может зайти, играть, а вы будете зарабатывать. Плюс, в момент преланча компания еще сказала так, да, вы рискуете, ребята, немножко, есть риск определенный, но мы вам даем акции, доли. Это внутренние доли компании, внутренние акции компании, которые с 1 августа исчезают. Но с 1 августа они начнут торговаться на внутренней бирже. И что самое интересное, что люди, которые придут после, начиная с 1 августа, у них этих акций не будет. То есть, цена акции, а на акцию дается прибыль от партнерок. То есть, это еще отдельный момент, что компания может распределять партнерские доходы на, соответственно, на каждого партнера от своего дохода, общего дохода компании. Потому что у нас есть 80 на 20, то есть 80% партнерских доходов идет в сети, 20% компании. Вот из этих 27% еще будет начисление на эти доли. То есть, кто сейчас зашел раньше, до 1 августа, тот вполне возможно получит очень неплохие деньги, причем постоянно. Вот это и есть пассивный доход, мы о нем говорили. То есть, люди играли, играют и будут играть. 10% роста ежегодно уже есть. Это не останавливается, потому что проекция на последующие годы индустрия будет только расти, индустрия игр будет только расти. Потому что люди занимают свободное время, у них есть немножко времени, они во что-то поиграли. Некоторые играют профессионально, потому что это им интересно. Некоторые находят в себе в виртуальном мире свои сообщества, они строят свои кланы, занимаются, они там клан с кланом борются, у них есть свои там политические какие-то моменты, у них есть как в жизни, только виртуально. Я тоже с удивлением узнал, у меня некоторые друзья вполне серьезно погрузились в этот игровой мир, но без отрыва от работы, они тоже работают, как и все мы. Они ходят на работу, но выделяют время, когда у них другая жизнь. Когда у них жизнь, фэнтези как называется, да, фэнтези это жизнь, которая идет в другом измерении. Поэтому краудванг как раз попала в этот прекрасный сегмент и люди поняли, что да это интересно, поэтому со 25 января, с момента предстарта компании, в компании уже набралось более 80 тысяч человек. Это показатель. И соответственно не только вот это, не только будущий партнерский доход, который мы начнем получать после запуска платформы Афил Гоу, но еще и прекрасный бинар на маркетинг план. Я его называю объемный бинар. В свое время я построил, значит с моими партнерами построили команду, в моей команде было порядка 20 тысяч человек, там был простой бинар, два слева, два справа получаешь. В этой компании один к трем, то есть это возможность получения объемов, у нас 4 пакета, 99, 299, 799 и 2499 евро. Это разовый платеж, никаких же месячных оплат, ничего. Оплачивая этот пакет, любой пакет, из любого пакета можно сделать апгрейд на более высокий пакет, люди получают свои партнерские доли, которые обеспечивают, то есть если у вас, допустим, нет денег по каким-то причинам, вы можете купить сейчас пакет и его после первого числа продать и вернуть свои деньги назад. Тем, кто действительно хочет зарабатывать пассивный доход, больше не будет это все покупать. Плюс вы попадаете в эту бинарную структуру и, соответственно, вы начинаете свой карьерный рост уже в рамках маркетинга компании. Причем, как только вы, у вас, можно так сказать, бинар зависит не только от того, сколько человек вы пригласили, как обычный бинар, чем больше пригласишь, но также от какого качества пакеты купят люди. Какой они купят пакет, там, белый за 99, white pack, да, или там, titanium, титановый пакет за 2499 евро. И от этого зависит ваша возможность. То есть вы можете вполне иметь, допустим, как в многих бинарных системах, одна нога обычно отрастает очень далеко, но если вы пригласите одного хорошего партнера, который купил большой пакет, то вы сразу получите хорошую сумму денег. Это очень приятно смотреть и я просто вижу на своем опыте, что не на опыте других людей, которые зашли, что очень быстрый подъем этих людей. То есть не надо ждать годы, недели, допустим, компании, которые мы строили, вот тут есть мои партнеры бывшие здесь присутствуют в этом чате, там надо было строить года полтора-два, чтобы выйти на хороший доход. Здесь достаточно быстро, достаточно быстро и плюс маркетинг еще, он не просто вот они придумали сейчас на коленке его сделали и все, маркетинг и отрабатывали уже в районе 15 лет от компании. Это шведы, они очень серьезно подошли, маркетинг не опробировали на разных компаниях и сейчас у них такая бы квинтэссенция, квинтэссенция именно вот этого маркетинга. Плюс компания очень заинтересована в долгосрочности проекта, то есть компании не интересно закрыться завтра. Почему? Потому что больше денег лежит в той сфере, куда мы стремимся, то есть продвижение именно разных индустрий, начиная с горной, заканчивая там, не знаю, кэшбэком или еще чем-то. Это все в рамках будет делаться компании, потому что интерес к этому есть. Мы встречались с Джонасом в Швеции, он нам говорил, что мы задали, один из вопросов был, какие перспективы развития и будет ли еще развитие в других направлениях. Он сказал, да, конечно. Потому что он говорит, что когда мы приходим к кому-то, любой индустрии и говорим, что мы хотим вас продвигать, и вам говорят, а сколько у вас за вами людей, и мы говорим там десять, нам говорят, ну до свидания, когда у вас что-то будет серьезное, подойдите. А когда мы говорим, у нас сотня тысяч, миллион, это совсем другой разговор. И мы прекрасно знаем еще одну серьезную вещь, что чем больше у вас возможностей, допустим, когда я занимался ресторанным бизнесом, ко мне приходили люди из группон, и они предлагали мне пиарить меня через их систему, и первый вопрос, который я им задал, а сколько у вас имейлов вот в данной зоне, где был мой ресторан. Мне сказали, шестьсот тысяч, сказал, конечно, да, и подписал контракт. Вот это именно о нашем Crowd2. Окей, я надеюсь, я осветил все возможные темы, которые хотел осветить сегодня. Если у кого-то есть желание высказаться из партнеров, которые у нас есть сейчас в нашем чате, пожалуйста, поднимите руку, и я открою вам микрофон. Хотелось бы, чтобы это не был театр одного актера, чтобы все-таки наши партнеры что-то сказали, что они думают, потому что, ну вот, допустим, Эльмира, она у нас практически с первых дней, и у нее есть серьезные успехи. Эльмира, ты с вами поделишься своим видением? Слышу. Открыл микрофон. Давай. Вот ты взошла в самом начале. В начале. Да, да. Мы зашли, кстати, насчет, когда мы зашли, это было около полутора месяцев назад. Не так давно. Эльмира, к тебе слово. Ага. Меня слышно, Сергей? Да, прекрасно. Прекрасно. Алло. Привет всем. Меня зовут Эльмира, я из Казахстана. Ну, знаете, что мне нравится здесь? Не знаю, абсолютно все. И маркетинг-план, во-первых, и то, что мы предлагаем. Это очень продвигаемый продукт. Сегодня я встретилась с одними людьми. Они мне предлагают какой-то кошелек. И я была очень рада, что я именно попала сюда. Потому что вот эта игровая индустрия, каждый, ну, каждый второй, могу сказать, пользуется. И то, что мне нравится здесь, то, что мы получим дивиденды от компании, акции. Ну, желаю всем успеха. Больше мне, я не знаю, что ищи сказать. Эльмира, ты у нас первая в Казахстане, а казахстанский рынок по прошлому году – это 208 миллионов долларов. Так что я вот как-то смотрю, что ты можешь хороший кусок отпустить этих миллионов. Это реальность. Да, я тоже. Да, да, это реальность. Я тоже примерно прикинула. Это получается, если даже посчитать по минимуму, да, это каждому человеку приходит где-то 700 евро. 700 евро. Вот так вот. Спасибо. Владимир, ты хочешь что-нибудь нам сказать? Наш партнер из Киева. Мы пойдем по странам и континентам. То есть Казахстан у нас, вот, Эльмира. И вижу, тут тоже представители есть и Каракос, и Наталья. Олег, я тебя открыл. Друзья, всем привет. Меня зовут Олег Марценюк. Я сам с Украины, в данный момент нахожусь на Черноморском побережье, в Крыму. Вот. Благодаря, скажем так, инструментам, которые есть в интернете, это дает нам возможность перемещаться, жить там, где нам хочется, да. Вот. И что я хочу сказать. Скажем так, на рынке я уже с 2009 года полностью... Олег, чуть поздромче. Микрофон поближе. Один-два раз. Сейчас сложно, лучше? Чуть-чуть лучше. Лучше, да? Вот. С 2009 года я прописан в интернете. И за последние два-три года, ну, я вижу, как вообще рынок развивается, да, тенденция, то есть вы видите, что, ну, одни и те же компании плюс-минус, то есть математика просто разная, в нише криптовалюты, инвестиции и так далее. То есть биткоин, он чуть-чуть людей, ну, сделал ленивыми. То есть сейчас все люди в основном идут на пассивы. И я, ну, не то что там долго искал, то есть опять же случайности не бывает. И когда услышал от Сергея такую возможность, увидел, я понял, что, ну, это реально новая тема, свежая и рынок индустрии игровой, то есть он на самом деле очень большой, да, то есть цифры там 150 миллиардов геймеры потратят в 19-м году и хотя бы крошку от этого пирога поиметь, я думаю, что каждый бы хотел. посмотрел на компанию, сайт очень хороший, знаете, как говорят, встречает по одежке, да, вот, и вижу, что серьезность компании очень хорошая, даже представители, руководители компании, они люди открыты, там есть страницы в Facebook, Сергей с ними встречался, то есть здесь, ну, как бы вообще там не пахнет лоховозкой какой-то и так далее, то есть и отдельное, отдельное хочу сказать по поводу маркетинга, то есть ради чего мы здесь вообще собрались, да, то есть решили войти в этот бизнес от доли, да, до первого числа, это на самом деле очень, очень шикарная возможность стать совладельцем и будете, так сказать, доли, ну, в общем, получать доход пассивный от распределения с игровых платформ. Вот, и сегодня утром, когда я проснулся, что-то, думаю, надо обязательно записать ролик по поводу, есть такой у нас бонус в маркетинг-пании, бонус страха-потеря, просто меня вчера мой партнер зажег, вот, друзья, ни в одной компании нету такого быстрого старта, да, то есть где человек может зайти на минимальный пакет и в течение 14 дней сделать определенные действия, то есть пригласить, допустим, на 4 человека на пакет титаниум и получить 3000 евро, то есть это, ну, это просто вообще, как говорится, вишенка на торте, которую просто нужно использовать. Ну, и бинар, то есть здесь, в принципе, уже тоже все понятно, все сказано. Я даже по математике, ну, проверял, то есть обычный бинар с нашим бинаром, у него тоже есть в любом случае свои преимущества по сравнению с обычным универсальным бинаром. Так что обращаюсь к новичкам или там кто-то еще думает, заходить, не заходить или включаться, не включаться, на самом деле я долго спал, вот, сейчас проснулся и на сто процентов, да-да-да, вот, и на сто процентов включился в бизнес, потому что вижу, что, ну, реально, реально сейчас очень хорошая тема, потому что эти все там инвестиционные проекты, ну, они на самом деле долго не живут и все зависит от рынка биткоина, да, то есть, ну, как бы привязаны. Очень много проектов было скамов в восемнадцатом году, так что принимайте для себя правильное решение, ниша очень, ниша вообще пустейшая, то есть, сейчас только лишь там Африка, там Азия, да, наш рынок вообще на пальцах посчитать. Желаю вам действовать, принять правильное решение и, как говорится, включать скорость, потому что у компании еще очень много призов даже после первого августа. все, благодарю, всем успехов. Спасибо, Олег. Владимир, открываю тебя. Да, ну, поменял место дислокации, так, нормально, без прерывов. Вроде хорошо, да. Это у меня интернет такой. Значит, начну с самого начала, как говорится, я тоже не новичок уже в интернете, прошел Крым, Рим, медные трубы, то есть хайпы, пирамиды, матрицы и все остальное. И, как говорится, и захотелось спокойствия. Вот такое спокойствие я нашел в компании «Краудван». Знаете, не знаю, кто сказал, или это в интернете, или кто-то из известных людей, настоящий бизнес – это тогда, когда ты не знаешь, откуда поступают деньги. Так вот, мы находимся в истоках такого бизнеса. Сейчас самое главное – не лениться, а активно-активно приглашать. Действительно, поддержу Олега, я во многих участвовал в бинарах, тренарах и во всех остальных маркетингах, но у нас самый отличный бинар. Не буду углубляться в подробности, но у нас самый легкий и самый прекрасный. Как минимум, если у тебя заходит один человек хотя бы на минимум, то ты уже получаешь как минимум 36 евро. Везде, как в любых инвестициях, везде есть, как говорится, инвестиционные риски. Инвестиции без риска – это не инвестиции. Но это не хайп. Здесь одно можно сказать, что это настоящая компания и основатель этой компании – люди уважаемые, как говорится, широко известные в узких кругах. То есть здесь не соберут деньги и не убегут, как бывает часто в хайпах. И запомните, мы находимся еще только в самом начале, предстарт. Когда к нам начнут добавляться, будем говорить так, другие источники, такие как площадки будут подключаться, как работаем и еще раз работаем. Спасибо за внимание. Передаю слово другому. Спасибо, Владимир. Вот Якутийск уже понял, что никого в Якутии нет. Вообще на территории постсоветского пространства никого нет. Но посмотрите на Алексу, crowd1.com, и сейчас вы видите, раньше не было там России вообще. То есть практически ее не было. Но вообще не было где-то там в подвале. А сейчас 2-1% есть. То есть уже начался рост интересов. Я это видел на примере других компаний, с которыми работаю. Только-только начиналось. Потом Россия, ну Россия включая в себя и Казахстан, и Украину, потому что почему-то как-то нас объединяют, да, вместе, наверное, по старым привычкам. И мы занимаем обычно там первое-второе место в поиске, в той же Алексе. Поэтому сейчас мы пока только-только, интерес начинает уже расти. Я думаю, еще больше будет интересов после первого числа. Но те, кто подключится уже с первого, от первого числа, у тех не будет вот этих дарей, которые есть у нас. Которые растут. Каждую неделю у нас есть еще один бонус, который можно посмотреть в презентации. Саму презентацию она есть на видео, можно глянуть. Вот. И этот бонус называется стримлайн бонус или бонус потока. Он сказал, заходишь, тебе компания начинает платить 2,50 в неделю в акциях. 2,50 евро в неделю. Потом приглашаешь одного человека, это 5 евро. И так далее. И так далее до 1000 евро. Но я думаю, до 1000 евро мы вряд ли успеем дойти в неделю. Но будут другие бонусы с первого числа. Компания прекрасно понимает, что нужно нашим партнерам. И то, что нужно индустрии. То есть очень грамотные люди. Нам очень понравился разговор в Швеции, когда мы летали. У нас было практически порядка 12 часов вопрос и ответы. В один день. То есть мы где-то в один день просидели часа, наверное, часов 8-9. И второй день около 3-4 часов мы просидели с вопросами и ответами и проверкой всей ситуации. Как это все работает. И, соответственно, да, сюрпризы в хорошем результате. Они несоответственно будут. Компания прекрасно понимает, что нам нужно. Кстати, Джонас. Он широко известен в широких кругах. Он был первым человеком компании ICN. Кстати, Питер Блэквелл, о котором мы говорили, он был первым человеком в Европе в компании Vemma. Помните такую компанию? То есть это не, скажем так, люди, которые присоединяются. Они, скажем так, сюда заходят. Заходит очень много серьезных сетевиков с огромными структурами. Допустим, у Питера вошел его партнер, который буквально за месяц стал директором. Ну, посмотрите, что такое директор по программе за месяц. И за три дня он квалифицировался на круиз. За три дня. То есть вот такого рода люди заходят в этот проект. Если кто-то еще хочет что-то сказать, пожалуйста, поднимите руку или задать вопрос. Отвечаем на вопросы. Если нет, то не будем затягивать. Время у кого-то позднее. Запись этого вебинара мы выложим на YouTube. Так что можете его посмотреть или дать другим посмотреть. Итак, вопросы. Если есть вопросы, отвечаем. Если нет вопросов, то тогда мы вебинар наш заканчиваем. И до следующей недели, я думаю, в следующей неделе мы еще проведем подобные вебинары. Надеюсь, если вам понравился вебинар без слайда, поставьте плюсики. Если не понравился, поставьте минусики. Там будем видеть, что у нас, что лучше все-таки со слайдами или без слайдов. Я почему-то считаю, что слайды всегда можно посмотреть. Они есть в доступе. У нас есть записанная презентация. Кому нужны слайды, мы можем их скинуть всегда в PDF. Пожалуйста, смотрите сколько угодно. Но вот я считаю, что именно живое общение, именно почему мы в этом бизнесе, почему мы рассматриваем интересный проект. Правильно, Олег и Владимир сказали насчет засилия хайпов. Это засилие казино онлайн. То есть, по сути, казино только с заранее известным выигрышем. Кто в него выиграет? Очень мало серьезных проектов сейчас выходит. Многие серьезные проекты из-за засилия хайпов, они долго не живут, к сожалению. Поэтому у нас есть шанс. У нас есть огромный шанс. Конечно, есть риск, как Владимир сказал. Как мы все понимаем, это бизнес. Но мы видим направление движения. Мы знаем, что компания не просто там, многие проекты говорят, как вы платите? Мы платим биткоинами. Как принимаете? Мы принимаем биткоины. Когда у нас спрашивают, как мы платим? Как мы принимаем деньги? Мы говорим банковский счет, биткоин, эфир. Когда мы говорим, как мы платим людям, как компания платит людям, у нас есть биткоин и банковский счет. Банковский счет – ключевое слово. Банковский счет – это ключевое слово. То есть, вы можете перевести деньги и получить деньги с банковского счета на банковский счет по свифту или по сепи, если вы находитесь в Европейском Союзе, в Европе. Итак, вопросов больше нет. Окей, тогда всем хорошего времени суток. У кого вечер, у кого день, у кого ночь. Спокойной ночи. Доброго вечера. Всего доброго. До следующих встреч. Пока, пока.